Яркие спелые фрукты, сладкие пирожные и тёплая атмосфера. За празднично накрытым столом собрались ветераны войны и молодёжь. Организовали такой необычный завтрак волонтёры молодёжной информационной службы Казахстана. Молодые люди с неподдельным интересом слышали рассказы ветеранов, а они, в свою очередь, не применули возможностью поделиться своей мудростью. Вот это народ, который, если не было бы сплочённости, это победы не было. Это большой труд Советского Союза, большой ум. Дружба народа, сплочённость – это хорошее дело для государства. Собрать ветеранов для встречи с молодёжью оказалось не так легко. Сказывался и возраст, и состояние здоровья. Прийти смогли лишь двое. А молодёжь была активна, как никогда. Все хотели послушать истории военного времени, узнать, как всё это было от самих участников сражений, поблагодарить их за мужество. Мне сегодня понравилось, как рассказывали ветераны. Они рассказывали очень интересно. И я почти чувствовала этот страх. Я очень благодарна им за то, что они так заступили за нас. Выразить благодарность участникам Великой Отечественной войны решили не только дружеским застольем, но и песней, которая растрогала всех до глубины души. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времён тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Знам гляду. Знам... Знам... наших волонтёров, молодого поколения, которые в наше время живут. Специально для ветеранов волонтёры приготовили небольшие подарки – корзины с продуктами и почётные грамоты. Молодёжная редакция телекомпании «Отерар» рада, что наша молодёжь не забывает ветеранов, помнит и ценит их подвиг и отдаёт дань уважения героям не только в праздничные дни победы. Субтитры создавал DimaTorzok